Меня зовут Арина, и я была одной из тех, кто застрял за границей. Я живу в Саратове, но мой жених работает сейчас в Израиле. Переезжать туда мы не планировали, поэтому я лишь прилетаю к нему раз в несколько месяцев в гости. Так как у меня в России сын, он ждал меня в определенный день домой, я не смогла прилететь, и, конечно, для нашей семьи это было тяжело. Будучи в полной тотальной информационной изоляции, я начала искать таких же застрявших в Израиле россиян. Я нашла чат в Телеграме, где мы всячески поддерживали друг друга, обсуждали, как решать проблемы, и, в принципе, этот чат мне очень-очень помог. Когда я узнала, что 28 апреля полетит самолет в Москву и в Питер, я очень обрадовалась, но попасть на него не смогла из-за дискриминации по прописочному принципу. Я прописана в Саратове, и попасть на этот самолет мне не было никакого шанса. Но я узнала у посольства, консульства, куда нужно обращаться, чтобы посодействовали о включении в рейс. В итоге, когда стало известно о рейсе в Ростов-Екатеринбург из Израиля, я уже была вооружена. Я написала свои запросы в такие инстанции, как Министерство туризма Саратова, Администрацию Саратова, Правительство, Приемный губернатор, Роспотребнадзор, Минздрав, Министерство труда и соцзащиты населения Саратова. И все эти обращения в итоге пришли к одному и тому же Министерству труда и соцзащиты населения, и они уже обратились в оперштаб Голиковый, чтобы меня включили в список на рейс. Но не только меня, у нас получилось в итоге шесть саратовчан, которые благополучно долетели до Ростова и потом добрались до Саратова. Когда целая страна забывает о тебе, ты впадаешь в панику, ты не понимаешь, что происходит, когда ты в полном информационном пузыре, и любая инстанция, куда ты обращаешься, говорит, что это не их консетенция. Но, конечно же, это тяжело. Вот этот камень, лежащий на груди, что о тебе забыли, о тебе никому не интересно знать, тебя никто не хочет видеть в твоей стране, не пускают домой, конечно, это очень тяжело именно принять. В дальнейшем мне просто уже стало понятно, что если я этого не сделаю, никто мне не поможет. Мой совет всем, кто застрял, это не ждать, что вам позвонят и скажут, что вас включили на рейс. Не ждать, что вас поместят в какой-то город на обсервацию вместо того, чтобы доехать до дома. Надо знать свои права, нужно бороться за свою, даже сказала, безопасность. Поэтому вперед, если вдруг что-то я смогу сделать, я буду рада помочь, поддержать. И если кто-то из Саратова застрял по миру, пишите, найдем способ вытянуть вас домой. Продолжение следует...